Всем привет! Меня зовут Сергей Смеляков. Я являюсь ведущим специалистом в России и СНГ по исправлению положения первого позвонка. Сегодня мы поговорим о такой теме как инсульты. Что такое инсульт? Инсульт это поражение сосудов головного мозга, то есть грубо говоря, когда повреждается какой-то сосудик кровеносный, который находится в голове, а так как головной мозг у нас отвечает за управление всего тела, то последствия инсульта сказываются на всем организме целиком. Если вы видели людей, переживших инсульт, то если это не смертельный случай, то, как правило, это парализация половины тела, неспособность самостоятельно себя обслуживать и так далее, и так далее, другие, другие очень неприятные вещи. Откуда же появляется инсульт? Разберем его механику. Есть у нас первый позвоночек, который на себе держит голову и в котором есть небольшие отверстия с боков, да, внутри позвонка, через которые проходят кровеносные сосуды. Крупные кровеносные сосуды это позвоночная артерия, которая снабжает головной мозг кровью, а также это сонная артерия, которая находится спереди от позвонка. У человека есть артериальное давление, которое меняется в течение суток несколько раз, и это совершенно нормально. Давление меняется по разным причинам. Физическая нагрузка. Жара, холод, человек не выспался, испытывает какие-то там еще другие трудности, стресс, вот, да просто даже погода изменилась на улице. Это тоже приводит к тому, что артериальное давление внутри организма, оно меняется. И если у нас первый позвонок сдвинут, то изменение артериального давления внутри организма и внутри головы, они происходят с разной скоростью. Почему? Начинает давление меняться, доходит до уровня первого позвонка, а он имеет смещение, да. Соответственно, у нас кровоток снижен, да, или нарушен, и в голове у нас появляется другой, ну, у нас появляется разница давления между головой и телом. То эта разница давления, и также с окружающей атмосферой, то эта разница давления, она и ощущается, как сначала головная боль, потом еще какие-то другие признаки, потому что тело наше пытается справиться с этим недостатком, да, и начинает приспосабливаться, то есть понижать давление. Вот. Разные совершенно симптомы возникают, но в итоге, если это довести до максимума, то может произойти такая вещь, как повреждение сосудов в голове. И тогда это уже инсульт и те последствия, о которых я говорил. Как современная медицина справляется с признаками инсульта? То есть, когда у человека болит голова, довольно, ну, допустим, если сильно и часто, да, то человек обращается в больницу к своему невропатологу с этим симптомом. Вот. Невропатолог, ну, грамотный невропатолог, он сразу назначает обследование сосудов шеи. То есть, ну, врачи догадываются, что существует здесь проблема, да, делается УЗИ сосудов шеи, ну, такой анализ, как доплерограмма. И часто он показывает, что кровоснабжение головы, то есть кровоток по сосудам шеи, он нарушен. Там даже могут они проценты выставлять, то есть, там, правая артерия столько-то процентов, левая столько-то, вот, необходимых, то есть, указывают. Хорошо, обнаружили, это все правильно. Но, что делает врач после того, как он обнаружил, что нарушена кровоснабжение, ну, нарушена скорость кровотока через артерии шеи? Раз нарушен кровоток, то, значит, нарушено кровоснабжение головного мозга. И врач назначает таблетки, которые увеличивают кровоснабжение головы, чтобы справиться с этой ситуацией. Но это совершенно неправильное действие. Если мы увеличим кровоснабжение головы, а у нас, помимо притока, нарушен и отток, то как раз и произойдет вот этот вот разрыв, ну, лопание, повреждение сосуда в голове, которое может, ну, проявиться как инсульт. Таким образом, ну, это крайне неприятно говорить, но это так. Таким образом, то, что у нас отрасль медицины, которая должна справляться с инсультами, на самом деле она их создает. С другой стороны, человек, который прошел процедуру исправления первого позвонка, если его позвоночек стал более правильное положение, то у нас прохождение кровотока по сосудам шеи восстанавливается и становится наиболее полноценным. Соответственно, при какой-либо там физической нагрузке, стрессе, изменении погоды, у нас, если меняется давление, то оно меняется одинаково и равномерно во всем теле. Соответственно, никаких инсультах, тем более головных болях, речь не идет. Поэтому я рекомендую всем, у кого есть прединсультное состояние, у кого есть повторяющиеся головные боли, сделать процедуру исправления первого позвонка, восстановление положения первого позвонка и уже потом, при необходимости, если это надо, проходить лечение. Но, как показывает практика, как правило, все эти симптомы очень легко исчезают и больше не возвращаются после проведения этой процедуры. Еще один момент, который стоит сказать, это я хочу убрать у вас беспокойство по поводу того, что же произойдет, если резко восстановится кровообращение головы. Из моей практики, а я сделал около 5000 человек за все время работы, было обнаружено следующее. Все те спайки, которые были у людей обнаружены в головном мозге, какие-то бляшки, какие-то заторы, какие-то нарушения кровообращения, они легко устранялись после восстановления положения первого позвонка. И это никак не отражалось на их состоянии, кроме как в лучшую сторону. Поэтому вы можете совершенно спокойно делать эту процедуру, ну, конечно, если она вам показана, да, и получать удовольствие от жизни, которое, в общем-то, вы должны получать изначально. Ну, а сейчас всем пока. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. До новых встреч!